Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня у нас очередной мукбанг! Сегодня я планирую снять аж два мукбанга. Этот я снимаю в 12 и еще вечером закупилась продуктов. Из-за того, что есть в холодильнике, хочу еще один мукбанг забабахать. Итак, у нас здесь роллы. Взяла сет из доставки, из которых я в последнее время очень часто заказываю. Очень вкусные роллы, хотя внешний вид, возможно, не такой уж классный, но они реально очень вкусные. Здесь у нас с сушеной рыбкой, Филадельфия, Калифорния, запеченные. Имбирь, как всегда, и соевый соус. Если вы тоже кушаете, то приятного вам аппетита! Начать хочу с Филадельфия. Она уже разваливается. Сегодня вообще плана снимать видео не было. Я нечаянно эту баночку уронила, и она немножко деформировалась. Вот сколько не пытаюсь ставить себе ограничения, что колу больше пить не буду, не получается. Вот с роллами, кола прям, прям, ну самое то. Ничего другое так вкусно не получается, как именно кола. В последнее время у меня такое состояние, девочки, просто не передать словами. Мне хочется целыми днями спать, ничего не делать. Просто полнейшая патя. Возможно, это из-за резкой жары. Поехала в деревню, вроде там что-то контент какой-то должна была снять. Хотела остаться, взяла с собой кучу вещей. Но это вы увидите, как я разбирала вещи, я сняла видео. Там нужно озвучить сверху и выложить. Вот эти скребеточки. Я просто целыми днями сплю. Все. Единственное занятие, которым я занимаюсь в последнее время, причем мне спится. Обычно у меня такое бывает, когда я нахожусь в какой-то стрессовой ситуации. И вот тогда мой организм реагирует. И я просто попадаю в спячку. Это мне реально очень помогает. Вот когда происходит что-то плохое, и я вот в состоянии стресса, я просто засыпаю. Роллы здесь с сушеной рыбкой. Внутри форель. Огурчик. Здесь тоже очень вкусные. И каждый раз во сне я вижу плюс-минус один и тот же сон. Сон, как вы думаете, связан с чем? Постоянно я вижу, что у меня сломался какой-то винир. Причем, когда я только-только сделала зубы, мне подобные сны снились куда чаще. То есть почти каждый день мне снилось это. В принципе, если у меня сломается винир, понятное дело, я могу пойти его сделать. Но почему-то во сне для меня это прям трагедия. Вот сегодня тоже я сплю. Мне снится, что опять сломался винир. Я даже уже во сне начинаю подозревать свой сон. Но я зубами, если честно, очень довольна. Уже, наверное, где-то полгода, как я сделала зубы. Но вот если бы можно было вернуть время назад, я бы зубы сделала гораздо раньше. Потому что зубы реально очень сильно меняют самооценку человека. То есть я себя люблю гораздо больше. Я просто улыбаюсь во все 32 зуба. На что реально стоит тратить деньги? Я считаю, это зуба. То же самое относится не только к винирам, а просто к гигиене. Там профессиональная чистка. Раз обязательно в год я иду к стоматологу. И просто абсолютно все, что у меня появилось на зубах, я все это лечу. Но у меня, знаете, какая проблема? Я не умею правильно ухаживать за зубами. То есть я чищу их неправильно, и у меня очень стремительно развивается кариес. Хожу в одну из дорогих клиник. Врач просто обалденный. Единственное, вот эта вот гигиена. Я чищу зубы и утром, и вечером. Просто не делаю это настолько хорошо, насколько надо. Но я вообще в интернете читала, что есть просто такая характерная особенность организма. У кого-то, например, кариес развивается очень медленно, у кого-то стремительнее. И это типа просто зависит от организма. Реально очень вкусно. Наверное, те, кто живут в Баку и смотрят меня уже в курсе этой новости. Эта новость просто зафорсилась абсолютно везде. В нашем МТК, даже в нашем доме, просто в соседнем подъезде упал лифт. Я почему-то думала, что если падает лифт, в принципе, там люди должны остаться целы, потому что они находятся в замкнутом пространстве. Большой лифт, он рассчитан, насколько я знаю, на 5 человек. Оттуда залезли 13. Но это я чисто по новостям узнала. То есть меня в этот момент здесь не было. Здесь была скорая, полиция. Там, не знаю, все СМИ, все это снимали. Типа начали говорить о том, что некачественный лифт и все дела. Не знаю, как оно там было, на самом деле, понятное дело. Но теперь каждый раз, когда я захожу в лифт, я задумываюсь, а сколько здесь человек и сколько мы вместе будем килограмм. Видимо, они падали с высокого этажа. Вроде как все живы, но там такие крики, оры были. Это прям соседний подъезд с нашим одно и то же зданием, но вот соседний подъезд. Просто знаете, как люди привыкают к тому, что ничего не происходит. Например, говорят, что больше пяти человек нельзя, к примеру, в большом лифте. А мы каждый раз, например, семером едем, потом и восьмером едем. Сейчас речь идет про грузовой лифт. Ты такой думаешь, да, ничего страшного. Прокатствовать сразу ничего не будет. А вот и нет. Раз на раз не приходится. У нас еще однажды был такой случай, когда я еще готовилась к универу и ходила по репетиторам. Я его не знала, но через-через этим мальчик, который тоже ходил по репетиторам, вдруг увидел, что открылся лифт, и он решил зайти в лифт, так как обычно в лифте редко был свет. Это очень странно звучит, но в старых зданиях так оно и есть. То есть эти старые здания, они не особо... Платят коммунальные услуги. То есть, ну, знаете как... Они платят в год где-то 10 долларов в год. Ну и, следовательно, обслуживание этих зданий тоже было на том же самом уровне. на уровне 10 долларов. В общем, так получилось, что... Точнее, так получалось время от времени. Я сама тоже была свидетелем этого. Обычно в лифте был такой, знаете, очень блеклый свет, а иногда вообще света не было. Ну, наверное, совсем света не было. Это громко сказано. Ну, возможно, парень и не обратил внимания. Перед ним открылся лифт, и он не заметил, просто перешагнул. А так получилось, что, оказывается, лифт и не пришел. То есть он прям вот с восьмого этажа упал вниз в шахту. Или как правильно это называется, не знаю. Справьте, пожалуйста, меня в комментариях, если я говорю неправильно. Вот после этого у нас все лифты в этих старых зданиях поменяли. за счет государства поставили везде новые лифты. Ну, по крайней мере, я уже давно не видела в старых зданиях, чтобы стоял прям сильно потрепанный лифт. То есть у нас это как обычно. особенность человека, пока не случится, никто за это не возьмется. Теперь я тоже, когда захожу в лифт, перешитываю, сколько там людей. Я, к сожалению, пострадавших совершенно не знаю. да и вообще у нас в здании люди максимально необщительные. Ну, с одной стороны, может быть, даже это хорошо. То есть, например, у нас есть соседи справа и слева. Никого из них я особо не знаю. Я знаю только нашу соседку сверху. Просто потому, что у нас были постоянные конфликты из-за того, что они создавали дискомфорт для нас. А так, в общем, соседи абсолютно друг друга не знают. От слова совсем. И это, мне кажется, не только у нас так, а в большинстве новостроек. Люди как бы не особо общительные. Возможно, те, у кого есть дети, они как-то контактируют на площадке и все дела. Ну, а такие, как мы, у кого уже дети взрослые, у меня кто-то написал. Я наелась. Было реально очень вкусно. Вам огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если у вас тоже в жизни были случаи, когда вы оставались в лифте или какие-то интересные истории, обязательно пишите их в комментариях. Почитаю. На этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok